Использовали административные ресурсы и привлекали домкомов в качестве агитаторов. Адилет Маназбеков, сотрудник МТУ номер 11 города Бишкек, заявил о том, что партия МГЭК прибегала к незаконным действиям во время агитационной кампании. У сотрудника муниципального управления, по его словам, имеются и все доказательства этих фактов, которые он, к слову, ранее уже предоставил правоохранителям. Начальница Абдулаева Эльмира Гапыровна призывала домкомов всех, в своем кабинете собирала. Есть видео у нас. А главного специалиста она отправила в отпуск без содержания, чтобы поработать в штабе. У нас есть видео, как она выходит со штаба. Выходила, сама общалась с домкомами, сама призывала всех работать за МГЭК. После таких заявлений, по словам самого Адилета, на работе на него началось давление, а непосредственное руководство провоцирует на увольнение и даже вынудило его взять больничный. У молодого человека поднялось давление после очередного конфликта с начальницей. Мужчина решил сразу идти к высшему руководству района. Заявление о зафиксированных нарушениях со стороны партии Адилет принес Акиму Октябрьского района, Данияру Арпачиеву. Однако никакой реакции так и не последовало. Он сейчас находится в 11 микрорайоне, а потом у него два часа назначено в парке. Отмечу, что это уже второе нарушение, в котором подозревают партию МГЭК. Если сейчас речь идет об использовании админресурса, то ранее был зарегистрирован факт незаконного использования средств из бюджета одного из районов города. Как установил Госкомитет национальной безопасности, чинасыл Чиныбаев, глава муниципальной администрации по Ленинскому району, незаконно выделил средства для строительства парка одному из кандидатов в депутаты для агитационной деятельности. Чиновника даже задержали, а после решения Первомайского районного суда он был отпущен под домашний арест. Однако следственные органы продолжают проверять всю предоставленную информацию о нарушениях партии. Ведется отдельное следствие. Те факты, которые привели к возбуждению уголовного дела в отношении Бешкекского городского кенежа, они рассматриваются в уголовном порядке. Это те наказные гражданские инициативы, которые принял Бешкекский городской кенеж своим постановлением. Мы туда вмешиваться не можем. Следствие, когда придет уже к заключению, что действия Бешкекского городского кенежа были правомерными или нет, это будет в отношении действующих депутатов Бешкекского города кенежа. Само политобъединение комментариев так и не предоставило. Юристы партии обещали консультацию, однако на связь так и не вышли. Если подтвердится информация, озвученная Аделетом Маназбековым, то вполне возможно будет поставлен вопрос об аннулировании регистрации списка кандидатов и партии МГЭК, заявили в Центр избиркоме. Собственно, так как это произошло с другой политорганизацией, партией НДПК. Два дня в административном суде Бишкека рассматривали жалобу на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов и признании недействительными бюллетеней с голосами, отданными в пользу политобъединения. Мы также поддерживаем свое решение, считаем, что это решение законное, обоснованное, потому что само по себе в избирательном процессе рассмотрение нарушений в день голосования, и это должно быть рассмотрено уже после дня голосования, то есть санкции мы обязаны применить. Партии до последнего надеялись, что суд займет их позицию, но он встал на сторону избирательных органов. Сегодня БТИК не вынес ни одного итогового голосования, итогового не было вообще ни по одной партии, ни по одному участку, нет итогов. Но БТИК выносит, признает итоги голосования по НДПК. Такого в законе нет, вот в чем дело. БТИК выносит решения, по итогам которых нет, вот в чем дело. Десять дней назад им предъявили два факта нарушения – подкуп у школы 29 и финансирование агиткомпании кандидатам из личных средств, вне фонда, в сумме более 200 тысяч сумм. Известно, что помимо иска самой партии с жалобой на решение ЦИК в суд обратились и отдельные граждане. Однако, как отметили представители ЦИК в ходе слушания, из 223 человек заявителей, часть не была идентифицирована в качестве избирателей, а некоторые и вовсе прописаны в других регионах страны. Между тем, спустя два дня изучения всех предоставленных материалов и принес сторон, административный суд города вынес свое решение. Иск партии НДПК не удовлетворен. Мы будем добиваться дальше рассмотрения нашего вопроса в Верховном суде. Сабина Дамаскина, Дзачу Леев, НТС.